доброе утро как меня уже достал этот вокзал почти каждое утро надо бы денег снять мы успеваем и всегда снимаем в этом банкомате деньги откуда номерации вот 8 ты что не видишь где горит это те что я зажлобился дата ну потом решил все раз в прошлом влоге то не сильно жаловалась что я зажлобился ей на беленькие кроссовочки как себе ну конечно в тот же вечер мы пошли и все-таки купили так что я не жлоб блокстар какие волосы саша не нравится мне не нравится такое я люблю прям и опять хот-доги хочешь это ты любишь хот-доги мы все знаем и трубочки все что в виде трубочек с кремом а что ты веселая такая аж удивительно мы же не сказали куда мы едем мы сейчас едем днепропетровск да мы забронировали апартаменты в гостиничном комплексе комплексе под названием good zone я надеюсь погода будет классно самое главное что погода не подвела мы едем на три ночи приехали мы в днепр сейчас нас должен встретить где-то водитель у нас будет трансфер в отель он нам перезвонил сказал его набрать так-то набери его думал нас будет встречать с табличкой прямо у поезда приехали мы в good zone это находится в 40 километрах от днепропетровска но мы сюда добрались как будто по ощущениям за пять минут потому что я был крайне удивлен сначала меня немного расстроило что за нами приехал ланос можно было конечно и лучше машину за нами выслать ну ладно но меня удивил стиль вождение водителя да не иди сюда ты ты заметила мы в принципе я сейчас вам просто объясню мы в принципе ниже 120 километров в час не ехали у нас средняя скорость была 130 140 иногда шкалила иногда шкалила 150 тани все время сидела в телефоне не знаю как ты не заметила но но скорость 150 меня постоянно держала в напряжении так как он постоянно по трассе обгонял машины таким образом что я просто офигевал с первой полосы на четвертую третью встречи четвертой на первую я не привык что так и ездят в киеве так не ездят я думал мы точно куда-то врежемся или кто-то в нас врежется но добрались быстро территория отеля большая тут что хочешь по ходу есть это находится вообще в лесу возле озера возле реки я до сих пор отойти не могу от поездки потому что до сих пор в голове все кружится благо что дороги позволяли развивать и держать такую скорость тут по территории ездят такие мини машинки для гольфа может здесь гольф есть ты не считала это интересно поиграем поделаем ям на поле а у нас но умер там мы видели вас машинки ездят для гольфа у вас есть поле а я думал вас горь нет 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 удивило что я увидел что на ресепшене две таблички от ревизора ревизор это такая передача на украинском телевидении ведущая которой проверяет ветер дует проверяет как работают отели и все остальное магазины и у них две таблички серебряная табличка и золотая самое главное сюда никто не доберется ну как ну тех кто хотят доберутся прикольное а вот здесь внутри 10 9 ну какие-то они маленькие я представляю что не будет больше смотри они как будки не знаю ну вот вот этот прикольный вот этот домик прикольный а вот там какие-то будки настоящее первое впечатление аж не знаю как там внутри на вид не на вид кажется что они маленькие а внутри вдруг она будет да вот здесь есть шезлонги под этой под ивой пока хонтас и ива ну чего он не такой маленький как казался и прям на берегу озера ну чего классно неплохо вполне поэтому да ты шой балкончик есть на вид будки но внутри вполне офигенно классное панорамное окно выход на балкон москитные сетки тут стоят а тут душ но я думал что будет номер побольше здесь есть виллы они огромные а чем они сняли виллу причал я хочу на этом на скутере водном покататься на территории этого комплекса есть большие виллы но к сожалению они были заняты все и мы не смогли снять большую как хотели оставались только такие маленькие домики у реки но тоже неплохо меня радует вот это окно я люблю очень такое все я жрать хочу нужно идти искать ресторан здесь здесь должен быть бассейн который входит в стоимость им можно пользоваться хорошо что окна с другой стороны зеркальные не будет видно как я буду тут писюном трясти такие средние цены не самые дорогие корзину фруктов кафе платили по 900 лимфодренажный массаж испанский массаж рефлекторный массаж ты же любишь массаж увлажнение тела приятная расслабляющаяся приятная расслабля расслабляющая процедура направленная на питание и увлажнение кожи давай просто направленное на питание что то follow me давай follow me ритуал богатырский я тебе сделаю Таня сам Таня я сам тебе могу богатырский ритуал сделать Саша шутки за сорок помните были жвачки когда-то в детстве бумер такой резиновый человек был это помню только процентов десять моих подписчиков я шучу кстати основная у меня аудитория восемнадцать двадцать пять чистый воздух природа это самое главное смешной кровь такой у него ноги смешные фотосессия в березках салон звук вики красивые волосы мгм 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 Вот рестораны. Я вижу и сцена какая-то, или танцплощадка. Что-то у меня живот начинает болеть, я не знаю чего. А, этого напился чай, а Несси, знаете, вот этот чай, или липтон, холодный, от него всегда как-то потом в животе плохо. Ты взяла хоть купальник? Да. Но слава богу, хоть в этот раз додумалась. Бассейн в форме фасоли. Что, прохладная вода? Ну так жарко же на улице. Я думала вечерком искупаться, но вечером красиво, когда все светится. Здесь все три велосипеда есть, можно по территории кататься. Ой, это тоже прикольно. Что нам скажет ресторан? Добрый день. Да, обедать хотим. Я надеюсь, это для нас. Где? На вот эту? Там же никто не сядет. А здесь? Что я тебе сделаю? Пойди, скажи ей. Можно хромче, чтобы все эти... Таня уже не нравится этот стол. Господи. Пойди, скажи, что этот стол должен быть твой. Недовольный. Угу. Здесь в озере полно рыб маленьких. Там не видно вам, наверное. Принесли нам обед. Я заказал себе стейк, только мне его как-то жалко есть, потому что его выращивали специально для того, чтобы съесть. И выкармливали какой-то кукурузной крупой. Его вырастили, чтобы его кто-то съел. Не могу думать, потом мне не хочется есть. А у Тани чесночный суп. А ты знаешь, что это? Банан. Нет, это костный мозг. Это кость? Я тоже хочу попробовать. Вот эта штука похожа на банан, это костный мозг. Это кость. Кость. Я такое не ем. Что, серьезно? Ты это съешь? Так это едят. Это точно съедят? Ну да. Ну как? Как сало. Не вкусное какое-то. Ну как сказать. Жестко? Жестковато. А какая это часть? Что это? Кто это вообще? Это телен. Что ты меня дергаешь? А что, нельзя вместе идти? Что ты бегаешь? Что ты убежала? Пошли переодевать плавки. Я не хочу сейчас купаться, я наелась. А что ты хочешь? Ничего, умереть хочу. Тебе на радость. Как можно вот так жить? Облегчить тебе жизнь, Саша. Как можно вот так жить? С таким настроением и отношением. Все не нравится. Понимаете? А, это ты за меня решил. Бар. А ты куда идешь? Домой? Если б только Таня еще не надела. Ну где ж ты тоже? То было бы замечательно. Пойди туда, не уходи. О чем ты недовольна, скажи? А то ты решил, что я недовольна. Ну вот, ты виделась в зеркало? Ты меня разгрызаешь, ты очень сильно. Ты меня бесишь. Понимаешь, если бы не ты, я бы была счастлива. А, да? Если бы есть кто-то со мной другой был. А, вот так? Да, именно так. Ты меня раздражаешь своим поведением, идиот. Значит, я тебя сюда привез. А, ты куда я сюда привез. А, ты куда я сюда привез? А кто? Я иду в бассейн, а Таня что-то не хочет купаться. Я вижу, здесь стоят эти водные мотоциклы. Надо будет спросить, сколько стоит. Покататься. Не хочешь купаться? С тобой не. Понятно. А я буду. Я тут один просто купаюсь, дыряю. Она меня смотрит. Хлорированная вода. Не могу расслабиться, все смотрят. Но так уже и быть. Привыкну. Наглотался воды. Мои плавки идеально подходят под бассейн. Да, Таня тут фотосессия. Пока. Ну, а что ты делала? Смотрю. Да? Сейчас сопли на усы. Вы что, вода пошла не туда? Ну, как можно было додуматься нырять в кепку? А что? Не тупо. О, да. А не тупо... Теперь будешь ходить целый день в кепке мокрой? Да. А не тупо прийти на бассейн и не купаться? С тобой не хочется. Ну, хорошо. Не купайся. Надеюсь, здесь вода теплее. Во, тут вообще кипяток. Нереально теплая. Таня убежала со злости куда-то. Я даже не вижу, где она. И ключи от номера тоже у нее. На мне не привыкать такое частенько. Я иногда по два-три часа на улице провожу или под дверями. За то, что она не упускает. То на балконе меня закроет. Че ты убежала? Смысль. У тебя ключ. У меня. Ну, я ушел искать тебя в номер. Я на галаке лежала. А с ключом убежать это нормально? Да. Я писать хочу. А че ты довольная уже? Че тебя порадовало? А если я довольная, это... Нет, это значит, что-то ты сделала. А че ты улыбаешься? А че ты сделала? Дружку написала? Наконец-то Таня пришла в чувства. В добром расположении духа. Да, Таня? Меня злит то, что ты говоришь, блин. Ну, уже получше настроение. Вышли мы в лес. Таня каждые две секунды делает селфи. Не селфи, а прошу тебя, чтобы ты меня пофоткал, потому что у меня в инстаграме сплошные селфи. Это тупо. Ну, как бы... Меня никто не фоткает. Приходится само себя фоткать. Что делать? Как Алина Солокова. Как-то она делает. Вот так, да? Но я так не делаю. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин